Представители службы судебных приставов побывали у супругов Корвяковых. Иван Васильевич ветеран Велика Отечественная, а Анна Петровна труженик тыла, ветеран службы судебных приставов. Кстати, поздравлять коллег в управлении уже добрая традиция. Пожилым людям, бывшим работникам стараются постоянно оказывать помощь и внимание. Соконент Малаева продолжит тему. Я больше на операторстве. Смех. Ну понятно. Поздравляю вас в разниках. Спасибо. К этой встрече супружеская чета готовилась с самого утра. Накрыли стол, нарядились в парадную одежду. За чашкой ароматного чая рассказали гостям о своей нелёгкой жизни. На фронт Ивана Васильевича забрали в 42-м. Служил в железнодорожных войсках НКВД. Затем в 3-м украинском отделении пограничных войск. Награждён орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией и другими. Фронтовик был контужен. Какие-то эпизоды войны уже и не вспомнить. Но когда были сильные хлада, помнят по сей день. Зима была суровая. 41-42 год. Вот так они вот где только можно было. И платки женские, и покрывало. Всё на себя тащили. Под Москвой вот этот вот считай. Хребёт им согнули. Его супруга Анна Петровна – труженик тыла и ветеран службы судебных приставов. В этой системе она проработала 45 лет. Самые тяжёлые и страшные дни пережила в годы войны. В первые месяцы её родная деревня Юдовка Хамутовского района в Курской области была оккупирована немцами. Жили, рассказывает Анна Петровна, как на иголках. Ночью обращались за помощью партизаны, а днём покоя не давали немцы. Немцы оккупировали Курскую область, Курско-Орловская дуга. И они стояли у нас всё, всё поломали. В Курской области долго стояли. И даже сады поспилили. Скотину порезали, да? Скотину. У нас, вы знаете, подвал такой был, там свинья была, и разорвала перину. Они боялись, в окно пух летит, они боялись. Эта свинья долго жила, пока пух кончил. Зарезали. С окончанием войны жизнь потихоньку начинала налаживаться. С супругом встретились в 50-м. Через два года поженились и переехали жить в Махачкалу. Свою профессиональную деятельность Анна Петровна начала в 1953-м. Секретарём судебного заседания одного из районов города. Иван Васильевич устроился работать на завод Магомеда Гаджиева. Своими воспоминаниями не раз делились с учащимися школ. Сегодня школьники тоже подготовили супругам сюрприз. Солдаты мои, слава вам навеки. От всей земли, от всей земли. Пусть ваше небо будет чистым. Не гаснет радость и звезда. И грохот танков и орудий уйдёт из жизни навсегда. За сложную и долгую жизнь было много переживаний. Представители судебных приставов с интересом слушали воспоминания ветеранов. От службы супруга поздравили с наступающим юбилеем Победы и вручили подарочный конверт. Скинат Малаева, Ибрагим Магомедов, Рамзан Амаров. Время новостей.